Важные советы и слова напутствия. В Минспорта прошла встреча с дагестанскими спортсменами, которые совсем скоро станут участниками Олимпийских и Паралимпийских игр. Отмечу, что в Токио планируется выступление порядка 30 дагестанцев. Тему продолжит Курбан Рагимов. На эту встречу олимпийцы пришли неполным составом. Многие спортсмены участвуют в учебно-тренировочных сборах, проходят медобследования. Вольники Заур Угуев и Гаджумрад Рашидов вернулись домой всего на несколько дней. Впереди у спортсменов финальный этап подготовки, который решено провести во Владивостоке. Мы на последних сборах были в Кисловодске, у нас было три недели сбора. Провели очень большую работу и уже практически завтра выезжаем на последний сбор Владивосток и оттуда уже полетим в Олимпиаду. Сначала пройдем аккумулятор, потом проведем схватки, как обычно, и уже полетим в Токио. Перед вылетом на очередные сборы спортсменов напутствовал Сажид Сажидов. Министр спорта дал важные советы и поделился своим опытом участия в главных играх четырехлетия. На вас большая надежда. Вас верят. Это самое важное, когда в вас верят ваши близкие, друзья. У вас ответственность за всю страну. Я думаю, вы это не меньше, чем мы знаете, чувствуете и не меньше, чем кто-либо вы хотите выиграть. Мы в этом не сомневаемся, что вы сделаете 100% от себя зависящее, чтобы показать хороший результат на этой Олимпиаде и обрадовать всех нас. Богатым опытом поделились также Гайдербек Гайдербеков и Камиль Джамалудинов. Именитые спортсмены напомнили олимпийцам, что важно быть готовым не только функционально, но и психологически. К этому старту легкоатлет Мусат Аймазов идет в статусе рекордсмена страны в метании клаба. А борцы Рашидов и Угоев уже побеждали своих зарубежных соперников, поэтому и в Токио все настроены выступить удачно. На играх в японской столице планируют выступить 30 дагестанцев. Воспитанник республиканских спортшкол будут представлены в составах 11 стран. Олимпиада стартует 23 июля, а турнир паралимпийцев в Токио пройдет на месяц позже. Курбан Рагимов, Магмед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.